Ну что, снова всем привет! У нас с вами продолжаются хроники карантина. Я продолжаю стараться максимально думать, максимально смотреть и слушать за тем, что происходит у других людей, для того, чтобы сегодня давать маленькому предпринимателю какие-то реальные советы, рекомендации в отношении того, что делать. Вот, если вы не видели вдруг моих других видео, обязательно посмотрите, несмотря на то, что сейчас все очень быстро меняется, но пока еще не настолько быстро. Значит, просматриваю очень классно сейчас, я уже говорила о том, что проходит много разных прямых включений, каждый из нас смотрит какую-то свою аудиторию, я стараюсь больше смотреть не тех, кто рассказывает о том, как они сидят дома, о том, как все грустно, о тех людей, которые занимаются консалтингами, которые работают с разными бизнесами, которые более гибкие, более мобильные. И сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми мыслями на тему услышанного, переработанного, потому что это пища для вашего ума. Повторяю, что предприниматель – это человек, прежде всего, который получает правильную пищу и затем уже сам с ее помощью трансформирует в некие решения для самого себя. Поэтому моя задача сделать так, чтобы вы услышали какие-то решения, возможно, нашли эти решения и питались правильно, а не всяким шлаком для своей головы. Но первое уже как бы ключевой такой момент, который я поняла, что абсолютно идет тенденция того, об этом уже говорят все предприниматели крупные и классные, что нужно отнестись к тому, что сейчас ты становишься стартапером. То есть в любом случае, ну, большинство из вас и так стартапером, но, возможно, вы уже прошли некий путь и сейчас находитесь в замешательстве. Так вот, позиция, когда ты становишься, ну, может быть, вы чуть-чуть автоматизировались, возможно, вам, знаете, показалось, что у вас уже стало хорошо становиться, и вдруг вы понимаете, что все по-новому. Станьте в позицию стартапера, примите то, что все начинается с нуля. И здесь очень важный фактор, который нужно понимать, что для тех людей, у которых уже дела шли кое-как, да, то есть уже было неплохо, уже были какие-то продажи, уже были какие-то налаженные поставщики, там, или налаженные клиенты, рынок сбыта, чего бы то ни было, и тут вдруг раз оно останавливается. Я уловила такую очень важную мысль, которая еще вчера мне казалась неправдоподобной. То есть сетеводние бизнесы как бы делятся на две категории. Одни находятся в категории опасность, другие находятся в категории невозможность. Ну, то есть они как бы просто при нынешних условиях невозможны. Ну, и отдельную категорию возьмем, это бизнесы, которые сейчас взлетают, да, мы уже об этом говорили. Это касается бизнесов, которые связаны и с доставками, и с продуктами, и с медицинскими какими-то вещами. Ну, и плюс продукты, которые попадают точно в больше, сейчас тоже об этом поговорим. Так вот, когда, если ваш бизнес подходит под формат невозможное, то есть вы никак не можете сейчас вообще ничего сделать, то это не означает, что ваша ниша легла. Хотя еще вчера я так считала, что есть бизнесы, где ниша просто легла. Нет, это означает, что вам нужно стать стартапером, представить себе, что вы запускаете вот этот бизнес здесь и сейчас. У вас не было раньше опыта, вы не знали, что можно как-то по-другому. То есть то, о чем я вам очень часто говорю, я в предлагаемых обстоятельствах, когда вы решили запустить эту нишу вот здесь и сейчас. И, соответственно, вы будете должны научиться действовать не исходя из предыдущего опыта. Вот я раньше так делала, так работала. Забыть об этом и стереть. Это как раз вот эта тонкая грань между тем, почему люди, которые заходят в кризис, они выигрывают. Я неоднократно рассказывала, что когда я пришла на свадебный рынок, я зашла в кризис. Во-первых, я не знала, что такое свадебный рынок. Во-вторых, я не знала, что такое кризис. И мне в этом очень сильно повезло, потому что у меня не было правил, понимаете? У меня не было понимания, как это строится, потому что многие считают, что это помогает, а в частности это тормозит. И я это уже тоже очень часто улавливаю, потому что когда у нас есть какие-то определенные зашоренные правила, с одной стороны, вроде бы глупо не соответствовать этим правилам, с другой стороны, в периоды перестройки старые правила перестают работать, а новых еще нет. И новые будут те, которые создадут. И даже не то, что создадут, которые сработают. Вот я в свадебном бизнесе сделала именно так. Я не знала старых правил, мне пришлось создавать, они были неправильные, я опять создавала, потому что мне очень надо было и очень быстро, и желательно на вчера. И поэтому это случилось. Поэтому сейчас самое опасное, что вы можете делать, это пытаться дождаться, что все вернется, или пытаться действовать точно так же, как вы действовали до этого. Сейчас нужно понять, что вот по-другому, обнулитесь, поставьте себе точку ноль. Еще раз повторяю, это время невероятных возможностей, просто важно не стопориться вот этими вещами. Соответственно, ниши не будут умирать, ни ресторанная ниша не умрет, естественно, ни какие там салоны, ни ивенты, ничего не умрет. Они просто станут работать в корне по-другому. Поэтому встаньте сейчас на место своего клиента и подумайте о том, каким образом я сейчас могу воздействовать. Очень полезная штука. Я, кстати, послушала один из уроков Андрея Федерива, где-то вылезло мне видео, где он рассказывал о том, как необходимо креативить. Я вам тоже несколько слов хочу по этому поводу сказать, что на самом деле нужно устраивать себе брейнштормы. Тогда, то есть, когда вы накидываете самые разные идеи, абсолютно дурацкие, абсолютно безбашенные, иногда вообще дебильные, но когда вам есть это с кем проводить, то есть это или ваш партнер, или может быть люди из разных бизнесов, и когда вы на это, знаете, начинаете за ниточку тянуть и эти темы развивать. Вот мы с Сергеем, например, нам повезло, потому что нам вдвоем всегда интересно развиваться, и мы очень часто начинаем обсуждать какие-то идеи, дурацкие идеи. Но всякий раз, когда мы начинаем сразу же отметать эту идею дурацкую, мы как бы проигрываем, естественно, мы не даем своему мозгу порезвиться, и тем самым мы не даем сделать что-то классное. А иногда бывает, что наша дурацкая идея, она в итоге меняется в корне, ну на самом деле прям очень сильно меняется, но начало именно чего-то дурацкого приводит нас к чему-то разумному. На чем сейчас нужно работать прежде всего в бизнесе? Если вы этого не поняли еще, это вообще над этим всегда нужно работать, но сейчас особенно. Что вообще поменялось? Почему? Что поменялось? Поменялось не только то, что закрыли, а поменяется вот когда откроется. Почему рынок изменится? Потому что изменится спрос, потому что потребности людей станут другими, потому что мы сейчас перестроимся. Знаете, как говорят, для того, чтобы выработать привычку, нужен 21 день. Так вот представьте себе, что мы на карантине будем больше, да? И, соответственно, мы немножко изменимся. И это не значит, что когда мы выйдем, наш поведенческий фактор будет такой же, как он был до этого. Нет, мы изменимся. Мало того, мы станем бояться. Многие в оффлайн будут бояться возвращаться, и, возможно, или вернуться со временем, или вообще не вернуться. Начнут уже оптимизироваться, и тем более тот, кто поймет, что, например, ему нормально работать без офиса, ему нормально работать на удаленке, и типа все прикольно, а тот уже в оффлайн вряд ли вернется. Уже эти понты никому не захочется, тем более после кризиса все будут поджиматься достаточно серьезно и бояться, что волна повторится какая-то, или что будет дальше бояться. И, соответственно, все будут все равно аккуратнее относиться к своим деньгам, даже если бизнес будет на плаву. Так вот, именно на этом хочу заострить ваше внимание, что побеждает всегда тот, кто очень вовремя, очень точно попадает в боль клиента. А боли клиента меняются. Они меняются прямо сейчас, и они изменятся через время на глобальном уровне. И вот этот момент он решает. Поэтому сегодня вам как никогда нужно общаться со своим клиентом, вам нужно думать, понимать, что в клиенте меняется, почему вот смотреть какие-то эфиры, общаться с какими-то людьми, смотреть на предпринимателей, на ниши, просто со своими клиентами общаться. Вам необходимо понять, что сейчас нужно новому рынку, что сейчас нужно будет клиентам, как изменятся и факторы, что вы можете предложить. И если вы попадете с продуктом, вот кто сейчас попал, резко выстрелил, тех, у кого был хороший продукт, например, служба доставки, да, ну, как бы пользовалась там 5%, а сейчас, говорят, рынок поднялся до 50%, которые используют службу доставки, возможно, уже больше, да. А если нас вообще, например, нам запретят выходить из дома, то, как вы понимаете, служба доставки вообще взлетит, потому что у нас не будет другого способа ничего получать. Люди попали просто в боль. Это не значит, что у них очень классные службы доставки. Это значит, что просто у нас такая появилась острая необходимость, хотя раньше нам было прикольнее сходить ногами, да. Очень многие рестораны сейчас, кто закрылся, а кто-то пытается преобразоваться в службу доставки. Почему? Потому что у них есть рестораны, помещения. Некоторым не дают арендные каникулы, кстати, такое тоже бред происходит. И, соответственно, людям нужно как-то выжить. Они пытаются, и они стараются, значит, там работать. Медицинские учреждения. Если вы знаете, то медицинские учреждения многие позакрывали, стоматологию в том числе. Но, опять-таки, есть в медицине тоже моменты и нюансы по поводу работы со своими клиентами, там с острой болью, с приступом и так далее. Тоже эти моменты можно как бы аккуратненько, я думаю, найти решение для того, чтобы обойти, работать, потому что я вообще не понимаю, как мой врач может меня не принимать. Если он медик, у меня острая проблема, и тут вдруг что, умри? Не от коронавируса, а от разрыва аппендицита. Это как-то глупо. Поэтому вам сейчас нужно очень четко понимать, что болит у ваших клиентов. Причем, что болит не у вас, а у ваших клиентов. Потому что, поверьте, у разных целевых групп болят разные вещи. Например, у состоятельных людей болит, куда сейчас деньги девать, в чем их держать, в какой валюте, куда инвестировать, когда покупать, что продавать. У меня, например, нет такой проблемы. Хотя, возможно, вы бы могли меня занести к состоятельным людям, мол, у нее машина дорогая. Но нет, не настолько я состоятельный человек, чтобы сидеть и думать, в какой валюте мне держать деньги. То есть я говорю о том, что нужно четко понимать, кто твой клиент, и как ты ему сегодня попадаешь в боль. Если вы сегодня можете попасть в боль, то есть в боль, это значит дать решение этой боли, у вас однозначно получится эта история. Конечно, например, если вы занимаетесь какими-то совершенно, ой, ну такими, знаете, штуками, там, ремонты, там, или еще что-то, то здесь, конечно, ну, как сказать, тут плюс в том, что ваша ниша не умрет. Она у вас просто сейчас приостановлена, да, поставлена на паузу. Вот, если у вас есть, например, сейчас какие-то бюджеты, которые вы можете себе позволить, или если у вас есть, ну, я не знаю, таких компаний, вряд ли, какая-то коммуникация с клиентом в виде социальных сетей, нужно активно коммуницировать, вот нужно быть на слуху. Вот здесь сейчас важно, знаете, как быть поддержкой для своего клиента, быть интересным для своего клиента, не давать ему возможности о себе забыть. Если вы занимаетесь коучингами, обучением, консалтингом, вот у вас там, вы психолог. Кстати, мне кажется, что сейчас профессия психолога очень классная. И вот, кстати, очень важный момент, о котором я хотела сказать в контексте решения проблемы. Я только что, мне на глаза попалось объявление психолога. Как понятно, сейчас для многих людей сложная ситуация, и многие готовы платить за услуги психолога на самом-то деле. И девушка пишет, что вот, я психолог, я столько лет там училась, я там столько лет там то-то-то. И вот у неё такой огромный пост в Фейсбуке, и всё о себе. Вот я вам хочу сказать, что ни один пост сегодня психолога о себе не продаст. Сегодня на вас, как на психолога, могут обратить внимание, только если вы напишите какую-то боль, которая болит у человека, и человек на эту боль наткнётся. То есть он поймёт, что вы описываете его нынешнее состояние. Тогда вы ему срезонируете, и тогда он к вам может обратиться. Это касается любого бизнеса. Пишите не о себе, о том, какой вы хороший, сколько лет вы на рынке. Уже 300 тысяч раз об этом все говорили, но все продолжают это делать. И говорите, вот если вам это, то вы к нам. Пишите о болях клиента в контексте вашего продукта. Пишите о болях клиента в контексте вашего продукта именно сейчас. Что у него может заболеть именно сейчас? Ну вот, казалось бы, я купила детям недавно вигвам. Это такое, знаете, то, что мы в детстве называли халабуду. Я никогда в жизни вообще на это не смотрела, и мне казалось это очередным каким-то хламятником. Мало того, у меня был когда-то какой-то домик, который я отдала бабушке, сказала кому-то подари его, потому что он там стоял посреди квартиры, и детям не особо было интереснее. Но ситуация изменилась. Дети заперты дома, им скучно, им нужно все время чем-то заниматься. И у меня, как у родителя, появилась острая потребность, чем занять детей. Потому что я тоже дома, но я работаю, мне надо что-то делать. Детям тошнит от компьютера. Хорошо, что у меня спортсменки, они могут заниматься физически, бесконечно то танцевать, то тренироваться, и они вместе. Но в то же время им страшно захотелось в свой домик. И вот у меня в ход пошли все столы, стулья и прочие вещи, которые превратили там зону у детей просто, знаете, в какой-то склад, мусорник. Они под это все залазят. Это все слазит, все эти покрывала, полотенца. И потом это значит, мы хотим там спать. Это все на них обваливается. Короче, какой-то капец. И я начала искать судорожно домик, вигвам, домик, в котором дети, ну я узнала, что это вигвам называется, в котором дети смогут тусить. Мало того, они у меня спят там. У меня теплые полы везде, там я им обустроила место. И они спят. Я заказала большой по размеру этот домик, где они вдвоем помещаются. И вот 300 лет мне этот домик не нужен был. Но сейчас для детей, например, если вы можете предложить родителям какое-то интересное решение для детей, то это супер. Даже включая там онлайн-уроки. Но в идеале не просто продавать, вот мы продаем детям онлайн-уроки, а в идеале, чтобы вы сделали какой-то промо, какой-то видосик, как-то интересно это подали, чтобы люди поняли, блин, это прикольно, это класс. И, соответственно, могли заинтересоваться. Поэтому ищите сейчас решения, которые актуальны для вас. Все, что связано с детьми, это прекрасно сегодня. Потому что множество родителей мечтают каким-то образом занять своих детей. Если вы классный педагог, вы классный аниматор, я не знаю, там, креатор в этом направлении, или вы что-то крутое делаете для детей и продаете, об этом сегодня надо говорить. Потому что для меня, например, сегодня это там острая тема. И я не знаю, сколько времени это все продлится. И так далее. Попадайте сегодня в боль и давайте решение. Не пытайтесь продавать то же самое, тем же самым способом, потому что ничего не будет. Я надеюсь, что это видео дало вам какую-нибудь еще новую пищу, что ваш мозг все-таки активно работает. И вы что-то пробуете внедрять, делать, думать. И самое главное, не отчаиваться, а смотреть на ситуацию с позитивной стороны. Это ключевое. С чего вы должны начинать? Каждый раз, когда вы просыпаетесь сейчас утром, благодарите, что все произошло так, и все время думайте с позиции того, что мне повезло. Но мне сейчас просто нужно найти оптимальное решение, и я, наконец, могу получить в бизнесе то, о чем я всегда мечтала. Но о том, о чем вы всегда мечтали, вы больше можете узнать, почитать, вдохновиться у меня на странице в Инстаграме. И даже если захотеть, то переписать свою жизнь. В общем, я надеюсь, что в сегодняшнее время вы не совсем жалеете, что потратили на меня практически 17 минут. Я пошла продолжать заниматься всем и сразу. Но ключевое – продвигать главное дело своей жизни, помогать своим клиентам менять свои жизни и получать от этого как удовольствие, так и деньги. И помните, что вне зависимости от того, что происходит за окном, самое главное – это то, что происходит у вас здесь. Наведите порядок в своей голове, и все у вас обязательно будет. Всем пока!